Давай, наверное, как-то попробуем начать, а там иногда отвлекаться. Ага, да, да. Иногда отвлекаться. Иногда, да. Нам туда надо говорить. Ну вот куда-то вот сюда, в промежуток между двумя телефонами. Господи, за что нам все это скажи, Гарри Поттер? Расскажи, тебе нравится эта песня? Да. Почему она тебе нравится? Она же мрачная. Мне нравится вот этот у-у-у-у. Да. И взрыв. И что это для тебя значит? Взрыв. Не, потому что я ее вчера послушал раз пять. Она мне, ну, мне очень нравится припев. И еще, знаешь, я такой, мои дети ее слушают. Ну, я понимаю, что они слышат там про Гарри Поттера, а она на философских каменах. А я это слушаю вообще под рукой. Она-то же такая, она вот в духе склина, склина прям. Ну да, да. Я ее слушал еще в начале, когда не легально, то есть она сначала появилась в Ютьюбе. И я ее слушал сначала на плохих наушниках в первый раз, потом на хороших, потом послушал в машине, потом послушал дома на другой акустике. И вот это такое знакомство мне понравилось, что как бы она была явлена мне не сразу, как такая самоданность, да. А вот она просто постепенно раскрывалась. Одним сначала своим каким-то... Подвинься к мальчику. Я с радостью. Да. Легко. Одним, значит, сначала своим каким-то образом, потом другим. Ну, как вот луковичка так очищалась, очищалась. Возможно, она как-то достигнет какого-то ничего содержания, не знаю. Не, я просто удивлен Васильевым как стихом. Ну, в смысле, я прям, я прям даже посмотрел, у него есть стих прям, что-нибудь. Ну ладно, мы не про это. Друзья, мы, извините, я с Максом могу про что угодно. Вы иногда нам что-нибудь пишите, мы, я обещаю точно реагировать иногда. Но не факт, но не факт. Я с Максом хочу поговорить про осознанность. У меня есть вопрос. Он такой, я понял, что ты, ты же знаешь, что мне с ошибками написано слово mindfulness на реке, притом, что ошибка это не в самом слове, ошибка в том, что я не mindfulness-то хотел, потому что ты, mindfulness-то никакого отношения к штата не имеет, а everness. То есть у тебя двойная ошибка? У меня вообще двойная ошибка, я такой сидел потом, пить в слове, в слове, в значении. У меня такое, знаешь, у меня было какое-то очень странное состояние. Я в Питере еду, сел где-то в ужин перед поездом, и сижу, думаю, ну ёб твою мать, Костюков. Ну, а потом я понял, что, в общем-то, на меня это похоже. Ну, в общем-то, да. И вообще, мне кажется, вот я почему-то это начал сказать, и вообще, мне кажется, что слово осознанность, оно так часто начало мелькать в нашей культуре, в среде, его начали втыкать по делу и без дела. Ну, как, мне кажется, любой термин в таком индустриальном обществе, он очень быстро начинает, я прям, принадлежит чем-то другим. Вот ты, как специалист, который, ну, хрен с ним, там, давай осознанность называть по-русски, который работает, в общем-то, как мне кажется, про осознанность. Задача тебя, как терапевта, как я это понимаю, это повышение осознанности, там, в системе клиента, ну, и дальше, там, по тексту. Чего скажешь, какие ты видишь ошибки в осознанности? Ну, если так можно. Давай так, сначала, что такое в твоем понятии осознанность? Да, хорошо, сейчас я попробую ответить, но мы собрались поговорить, как будто бы я что-то про осознанность понимаю. Я, если ты ничего не понимаешь, я думаю, что у нас... Ну, нет, я здесь не за истиной, я здесь, скорее, не интересен ты, как специалист. Ну, да, то есть, формально, формально я, как бы, вот, как бы, что-то должен понимать про осознанность, потому что занимаюсь в основном гештайн-терапией, а гештайн-терапия, она, как бы, один из краеугольных камней, это как раз осознанность, есть даже некоторое определение, да, гештайн-подходы, как такой метод, основанный не на интерпретации, да, на эмоционально-чувственном осознавании. То есть, вот, как бы, по самому определению, вот, что-то должен я в осознанности понимать. Вот, это такой... Начало хорошего. Формальный подход, да. А мне кажется, что осознанность, это, правда, такое очень многогранное понятие. Я, например, к теме осознанности пытаюсь подходить с разных сторон, ну, то есть, с одной стороны, есть такая психотерапевтическая модель, да, а еще очень важная модель для меня, это модель, ну, такая, которая пришла из восточных практик, потому что осознанность, это, в принципе, такая вот, да, тоже традиционная восточная история, связанная, там, с буддизмом, с медитацией и так далее. И мне очень нравится исследовать вот эти вот места, где психотерапевтический дискурс, он, как бы, сочетается с медитативным, с буддистским. Ну, буддизм, как такая, не религиозная докторная, да, то есть, такой секулярный буддизм без религиозной практики. Вот. По-простому. Тогда, вот, как если бы ты мне, там, объяснял, человек, который вообще не понимает ничего, и это близко к истине, да, то что есть осознанность, вот, в картине мира Макса Пестова? Я бы осознанность выделил таких двух, как бы, не знаю, двух уровней, даже нет, не двух уровней, двух видов. Вот это такая вот осознанность индивидуальная, да, а с другой стороны, это осознанность, которая возникает в контакте. Вот. То есть, такая вот диалоговая осознанность. И это, мне кажется, очень разные вещи. Вот. Если попробовать поговорить про такую вот осознанность индивидуальную, то что такое осознанность? Ну, я думаю, что нужно немножко так издалека тоже начать, потому что тема такая большая. Вот. Мечтайн-терапия и психотерапия в целом, да, исследует то, каким образом человек, на что он опирается, когда формирует свою жизнь так, как ему хочется. Вот. Вот осознанность, она предполагает, что я могу опираться на максимум того, что во мне присутствует. То есть, грубо говоря, я могу прыгать на одной ноге, да, либо там могу стоять на одном пальце, и площадь опоры у меня будет очень маленькая, да, и тогда я буду неустойчивый, я могу подвергаться каким-то влиянием, не знаю, ко мне может подойти человек, ткнуть меня пальцем, я его поду на землю. И в этом смысле очень важно иметь устойчивость, заземленность и большую площадь фундамента. Вот. В обычной жизни, в обычной жизни, вот этот вот фундамент, он такой, не очень выраженный, да, вот, потому что можно там опираться на какие-то идеи, да, которые уже не имеют какого-то отношения к происходящему, можно опираться на какие-то фантазии, реальности. И вот осознанность, она помогает как раз вот этот вот фундамент, вот площадь, как бы, контакта, грубо говоря, с самим собой, и увеличить, да, и тогда я становлюсь более устойчивый, более заземленный, я тогда становлюсь более, там, аутентичным, есть такое прикольное слово, да, то есть, насколько мои там представления, да, соответствуют о том, какое я на самом деле, и вот этот вопрос о том, а какое я на самом деле, это как раз, мне кажется, главный вопрос, на который человек осознанность. Ну, потому что я могу что-то про себя думать, и это будет одна история, да. Я чаще всего думаю о себе не той, кем я являюсь, но вот эта вот разница очень большая, да, между образом себя и тем, какой есть на самом деле, вот эта вот большая разница, она, в принципе, в психотерапии следуется, ну, и как бы вот эти вот образы сводятся, да, такая вот моя воображаемая идентификация и какая-то реальная. Похожая на нас, конечно. Да, и вот в этом смысле осознанность, это попытка как раз от одного уровня, да, перейти к другому уровню, когда я обнаруживаю какое-то предельное основание для своего бытия, вот насколько это вообще может быть, насколько я могу вот до какого-то предела смысла, до предела понимания из себя дойти, опять же, ну, и вот, это такой как бы метод, да, то есть вот осознанность, это как бы метод, соответственно, внутри этого там есть разные способы как-то достигать. Значит, правильно я понимаю, я сейчас даже, наверное, не, хотя, не, я, наверное, про терапию, да, больше сейчас вопрос будет, что, в общем-то, увеличивая, не хочется такая, увеличивая поверхность, на что я могу опираться, то есть на саму себя, у меня больше шансов быть устойчивым в жизни, быть способным справляться с вызовами этой жизни, быть способным и как следствие, может быть, устанавливать отношения более прочные, не то слово, аутентичные. Ну, какие-то настоящие. Вот, и еще тогда пару слов. Это как раз мне здесь нравится, вот эта вот идея, которая из буддизма у меня пришла, о том, что, так условно говоря, у нас есть как бы два уровня, что ли, бытия. Там один уровень такой, что называется, действительности, а второй уровень реальности. Вот мы, как бы, в естественной установке сознания все время на уровне действительности находимся. Там мы что-то делаем, куда-то там стремимся, у нас возникает там одно состояние, другое, мы там что-то почувствуем, сразу пытаемся что-то сделать. Ну, то есть, как бы, говоря буддистским языком, ум все время находится в каком-то отвлечении, то есть он цепляется за какие-то вещи, за какие-то идеи. И все время вот эта вот движуха, короче, сансарная такая, знаешь, вот этот колесо, вот бегаешь, 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 бегаешь. Эффективность. Эффективность. Да, да, да. Подруктивность. Я не знаю, возникает какая-то тревога, сразу нужно там что-то придумать, куда-то бежать, что надо делать. И все время вот в каком-то таком круговороте находишься. А второй уровень, это вот уровень реальности, да, когда нужно просто в чем-то присутствовать. То есть, это, ну, некоторое состояние, из которого действительность вырастает. Вот проблема в том, что в действительности мы очень хорошо умеем быть, да, а доступа к состоянию, из которого вот эта вот суета возникает, у нас как бы нет, да. Ну, вот примерно так. И тогда осознанность, она как раз позволяет немножко, я бы даже сказал, сильно поменять вот эту вот установку, естественную установку сознания. Ну, это, знаешь, я тебя слушаю, но мне кажется, что это как культуральная штука, ну, вот ты сейчас сказал про Восток и Запад, что это вот культурально более присуще Востоку и совершенно не присуще там Западу, или, скажем так, блин, как будто это взяли, переупаковали с Востока на Запад, сделали из этого коммерческий продукт, в общем-то, и как там сейчас продвигают коммерческий продукт больше, чем культура. Ну, да, проблема в том, что, мне кажется, проблема mindfulness в том, что, я сейчас, может быть, скажу вещь, с которой мне не каждый согласится, mindfulness, там есть ошибка, в том, что вот эта вот технология, которая направлена на то, чтобы выйти из вот этого вот колеса сансары и перестать суетиться, направлена на то, чтобы начать суетиться чуть-чуть эффективнее. Ну, вот, да. То есть, когда ты думаешь, так, 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 надо все это, значит, отречься вот от этой суеты, а дай-ка я перед этим, как бы, еще немножко, ну, вот... Соберусь. Соберусь, напрягусь. И потом буду поэффективнее. Да, это все, конечно, хорошо, но мне нужно там быть все равно более эффективным. Дай-ка я попробую использовать метод, который антиэффективный, ну, как бы на то, чтобы стать более эффективным. В принципе-то это метод настолько хорош, что он работает даже и в этой индустрии, да, но на таком, на фундаментальном уровне, конечно, это немножко, ну, как бы не совсем, что ли, совпадает с такой, с идеей главной. Какие... Я вот... Ты сейчас про это начинал говорить. Я сейчас даже не послал мантинус, потому что, ну, мне кажется, это какие-то веточки, которые вот индустриальные больше нашли. А вот если про осознанность... Я пытаюсь сформулировать вопросы, сейчас, наверное, объясню, потому что вопрос у меня такой ясный не рождается. Я, например, я наблюдаю, что-то пишут люди. Нет, если вдруг вам что-то интересно, спросите, потому что... Да. Я буду из-за своего интереса там с Максом разговаривать. Кто-то смотрит чуть-чуть. Да, ну... А, нет, кто-то даже что-то спрашивал. Извините, что я... Ну вот, про первое ты сказал, про вот это вот желание такое занедлиться, чтобы потом на самом деле в общем-то убыстриться еще благодаря этому парадоксальному, да? Ну да. Разговорил сделать. Что еще видишь, вот какие... Как специалист, что ты еще видишь, как выхватывается из контекста и пытается как-то адаптироваться вот к этой жизни, но больше это похоже на невротичность, чем на какую-то попытку там что-то понять? Не знаю, я вообще ясный, я спросил. Ну вот, например, для меня вот эта вот попытка татуировки, вот это вот ровно про это. Потому что я такой сижу, ну, еб твою мать, Саня. Ну, в общем, иди учись. Вот. Прежде чем татуировки хираешь. Ну, для меня это там ценная татуировка, и я про это думаю. Короче, вот вопрос какой, как? Извините, что я так долго. я иногда смотрю на человека в позе лотося, и говорю, иди лучше, ведь поработай. Ты больше поймешь, чем по попытке там замереть. Но это моя там невротичность какая-то такая. Когда я начинаю разговаривать, я понимаю, что это какая-то физкультура у человека, но не попытка там действительно разобраться. И второй вопрос, вообще, можно ли это сделать без специалиста, потому что я все равно в какой-то такой парадигме, то в общем-то сам в себе ты там эту опору без помощи другого человека, не знаю, мне кажется, даже иногда что невозможно вырастить. Ну, то есть, как будто ты сам себя не в состоянии познать. Ну, мне кажется, да, это очень верно, потому что мне кажется, все время ну, как бы, ты все время будешь натыкаться на те, в этом смысле, чтобы сдвинуться с этой точки, да, и как бы, ну, ты перевезешь через этот забор и что-то увидеть, там нужен другой человек. Ну, другой человек, например, это в психотерапии, да, а там, в буддийских практиках восточных, там нужен учитель. Учитель. Либо учитель, либо санха, то есть, община, которая тебе позволяет, ну, как бы, то есть, всякий раз, когда ты доходишь до собственных пределов, да, смысловых, то нужно, как бы, подождать и попробовать сделать еще один шаг, чуть-чуть дальше. Но для этого нужен кто-то еще. Мне кто-то в каком-то разговоре сказал, что, блин, чуваки, вы клоните к тому, что без психотерапевтов не обойтись. Ну, там, какой-то такой был контекст, что серия звучит в пользу помогающих профессий. Я такой просидел и взял, говорю, ну, в общем-то, ну, да, то, что нужен какой-то специальный человек, и это не кухонная терапия, где человек в своих границах, я думаю, что это специальный какой-то человек, который каким-то специальным образом может замечать, что происходит в паре, в контакте, например, чтобы и свои ограничения не накладывать на ограничения человека, и как-то вот специально, в общем, быть специальным, достаточно специальным. Да, 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 и прикольно, что про это говоришь, потому что здесь мы тогда так вот непринужденно переходим ко второй теме, связанное с осознанностью, это осознанность, которая возникает в диалоге, то есть осознанность, которая возникает в отношениях, или там еще по-другому можно сказать осознанность, которая носит такой интерсубъективный характер, то есть то, что между двумя людьми возникает. И вот это тоже очень интересная тема, она такая для меня очень возбуждающая, и я примерно такой смысл этому придаю, вообще сейчас быстро потерял. А, ну вот, то, что для меня значимо в этой теме, то, что интерсубъективность, да, она предполагает то, что наша коммуникация всегда происходит в том числе и на несознательном уровне. Вот. И это с одной стороны может быть просто какой-то идеей, да, а с другой стороны, это, вот лично для меня, это очень тревожная история. Ну, представь, да, что ты, как бы, ну, ты думаешь, что ты вот там Саша Костюков, вот, ты вот такой вот весь, значит, что-то про себя понимаешь, пытаешься вот эту вот сознательную часть как-то излиться. ручная. Нет, серьезно, это имеет вообще как-то любому человеку. То есть, ты что-то пытаешься про себя понять, у тебя возникают какие-то более-менее там ясные концепции какие-то, так вот. Ну, и все, и ты такой, значит, устойчивый, все у тебя, значит, замечательно. Тут ты встречаешь другого человека, если ты, как бы, позволяешь попасть вот в это интерсубъективное пространство, ты с удивлением замечаешь, что твоим ртом говорит что-то другое, да, твоим ртом говорит бессознательное, твоим ртом говорит нечто, что еще пока даже не имеет какого-то смысла выраженного в словах и так далее, и так далее. И это, на самом деле, очень страшно. Ну, тогда, как бы, вот опять же, естественная установка сознания, она наоборот стремится к тому, чтобы всю свою мою психическую жизнь вот поместить вот в это прокрустово-ложи сознательного, потому что, чтобы ничего не торчало, чтобы все было ясненько, дай бог возникают какие-то ошибки, оговорки, там, не знаю, вот странное сновидение, ничего этого нет, как говорила Марта Фрейдер, я женщина порядочная, у меня никакого бессознательного нет. Вот, и в этом смысле, как бы, интерсубъективность, она позволяет вот с этой штукой познакомиться. И это, с одной стороны, очень страшно, а с другой стороны, это... Это только в паре происходит? Ну, слушайте, это только в контакте с тем, что происходит? Ну да, потому что другой человек, он, ну, вот это вообще понятие другого, да, оно же в философии появилось, как бы, не так давно, то есть, это, ну, буквально там, последние, там, 100-200 лет, вот, в континентальной философии, что другой, он не просто, как бы, существует, как еще какой-то человек, да, он встроен, ну, в мой опыт, он, ну, другой внутри меня находится уже в принципе, то есть... Достаточно его присутствия, вот, по-моему, ощущение, чем мощнее присутствие, тем больше вот этого я могу вдруг обнаружить, что что-то еще из меня, вот это, как ты сказал, из моего рта, что-то происходит, то, в общем-то, я даже не особо там вижу, ну, вот про это. Ну да, да, то есть, что-то все время происходит на другой сцене, но происходящее на другой сцене, вот, на этой бессознательной, проще ее, проще к этому получить доступ в контакте с другим. Почему? Опять же, потому что, если человек остается один, то, в принципе, все оптические защиты как раз направлены на то, чтобы эту бессознательную часть элиминировать, сделать все ясно, понятно, прозрачно. Дыши, а тогда, кто к этой границе себя в контакте, да, потому что, к этой границе, ну, я думаю, что там, в твоем методе, там, гештальт подходит, граница контакта вообще важная штука, кто к этой границе себя там, начинает подходить, и заходить, там же, ну, ничего приятного, ну, я сейчас по-своему опыту говорю, да, конечно, там же вообще мало чего приятного, да, происходит, и, и, и это сейчас мой вопрос, например, находясь там, семейной терапии, я понимаю, в общем-то, блин, сколько бы мы там не разговаривали, как только я начинаю там за эту границу себя в руку лазить, ну, ёб твою мать, ну, что, что, это закончится уже, да, и это иногда прям, знаешь, если, ууу, может, ну, в жопу, эту осознанность, и вообще знакомство с собой, потому что здесь у меня часть меня говорит о том, что, там, да, чем больше я понимаю себя, тем больше я могу быть аутентичным, и опираться на себя, и вот в период особи-то, там, турбулентности, мне, в общем-то, больше устойчивость появляется, но другая часть меня говорит, ну, хватит, вообще, хватит тебе туда заходить, потому что, ну, это все звучит красиво, ну, вот мы сидим с тобой на стульчике, и там, рассуждаем про эту осознанность, а на практике-то это, ну, одно из самых тяжелых, ну, это мой опыт, это одно из самых тяжелых открытий, это вот, вот эта граница, и выход за эту границу. Да. Все. Да. Ну, такой шакомат, ну, и все, и как будто в замкнутом пространстве, и так, я не знаю, что-то спрашивали, махают руками, махают. Друзья, мы, я продолжаю серию эфиров, потому что мне интересно с Максом. Как ты, ну, наверное, это вопрос знаешь, как, у меня-то нету терапевтической практики, да, я не веду терапию, у меня нет образования непросто должного, для того, чтобы там, себя называть терапевтом, но ты знаешь, как шутка, тумбит, пойду в коучинг. Хотя, я с уважением в коучинге, я тоже. Я, кстати, начал вести, вести, индивидуально в коучинге, но только после того, я, наверное, в гештайне погрузился, знаешь, и дал себе разрешение это делать. Как будто у тебя был какой-то вопрос. Да, у меня был вопрос. Как ты, как специалист, понимаешь, ну, какие мотивы у человека, все-таки, идти в эту работу, ну, вот, по знакомству с собой, в общем-то, это тяжело, мне кажется, это одна из самых тяжелых работ, вот, тяжелых, если работа по-честному, это какая-то такая. Ну, прям тяжелая работа. Как ты видишь, что толкает людей идти в эту работу, не сидеть в курсе водоса, в смысле, это, мы вчера говорили про всякие секты, ну, вот, построенные на этом. Здесь все только лучше заранее позитивно и be happy, в общем-то, я такой, блин, когда вы страдать начнете, вот, чтобы там что-то повысилось. Как ты видишь, что человека двигает для того, чтобы человек пошел в это? Выследовал себя. Ну, вот, опять же, я бы ту же самую модель сейчас попробовал для объяснения применить, да, что есть, ну, действительность есть реальность. Вот, в действительности можно пробовать себя, как бы, убеждать в том, что это хорошо. Вот. Но действительность и реальность, они, как бы, на разных уровнях находятся. И в этом смысле для меня сама по себе вот эта тема, связанная с осознанностью, она, как бы, вот опыт осознанности отвечает на твой вопрос. Сейчас попробую по-другому сказать. Вот, лично для меня осознанность связана с темой присутствия. то есть присутствие, как бы, это, оно состоит из осознанности. То есть присутствие это осознанность плюс памятование, да, то есть я осознаю что-то в себе прямо сейчас, это осознанность, а памятование, это я, как бы, сохраняю усилия, прилагаю усилия для того, чтобы это продолжать. Ну, знаешь, не как, например, там, как в анекдоте, да, я там, ну, уже осознавал что-то раньше, там, попробовал что-то осознать, ну, прикольно, потом бросил. Тут как бы важно не бросать, и в этом смысле однажды открыв это, это не гарантирует, что ты в состоянии к этому прикоснулся. Абсолютно, да. И в этом смысле один из главных таких идей присутствия, это в том, что сохранить присутствие с разным опытом, ну то есть с любым опытом, который у тебя есть. И когда ты как бы тренируешься в том, чтобы сохранять контакт, в том числе с теми переживаниями, которые ты говорил, да, про то, что это вот не самая хорошая во мне часть, да, что я там прикасаюсь к этому, из естественной установки сознания мне как бы хочется убежать, ну в какой-то более привычной, ясной модели себя. Но если продолжать в этом удерживаться, то вот этот опыт сохранения контакта и возможность сохранить контакт с какими-то неприятными частями, этот опыт, он приобретается только в ходе практики, и только на это можно опираться, когда, ну это продолжается, вот, когда ты тоже сталкиваешься с какими-то неприятными вещами. Вот, то есть, ну это тогда уже уровень такой реальности, да, то есть можно только как бы опираясь на этот опыт, можно понять смысл продолжать это делать, не знаю, это как-то сложно это объяснить словами. Ну только в процессе, в процессе, да, то есть ты как бы должен практиковать все время. Ну вот. Ну и я почему про это сейчас тоже мне интересно, потому что, ну, я не специалист в терапии, но я работаю с организациями. И они, конечно же, одурачены, как некрас, одурачены идеей того, что есть некоторое секретное магическое знание, которое единожды нужно получить. И все, и дальше. И дальше покатят, сейчас попрет, короче. И вот эта истерика, которая сейчас происходит, да, вот, все учат там, как сохранить стабильность в эпоху турбленности, как пережить, там, вот это вот. И одна из таких ключевых идей, что как будто бы есть какое-то волшебное свойство, о котором нужно узнать. И, в общем, там, тебе никакой кризис ни по чем, и ты будешь супер-мега опять человеком. Я в этом вижу, ну, ладно, там, скорее, там, истерика, там, те, кто продает эти услуги. Но я здесь понимаю, что, в общем-то, нет никакого короткого ответа для того, чтобы справиться с тревогой, с вот этой жопой, которая происходит. Это некий процесс, в ходе которого я постоянно буду натыкаться на свои грани, на какие-то выходить из этих грани, научаться с ними как-то справляться, какие-то части, там, присваивать себе, что, вот, оказывается, я такой здесь. И тем самым, ну, скажем там, не выходить из шторма в какую-то гладь. В общем-то, уметь находиться в этом шторме, включая переживания всех этих тревог, переживаний, грусти, ну, и всего того, от чего я хочу избавиться, да, в ходе в эту работу. Но выходит так, что я вот писаться не перестал, ходя к доктору, но научился этим гордиться. Да, да, ну, фактически, да. Вообще не продающая история для бизнеса, я говорю, потому что в терапии, мне кажется, в терапии идут люди уже такие либо от отчаяния, ну, потому что вот настолько здесь невыносимо становится, что, в общем-то, схожу, на кухню уже со всеми поговорю, пойду уже там к терапевту. То в бизнесе, мне иногда кажется, что люди предпочитают просто закрыть нахрен все это. Ну, да, ну, да. Ну, проще закрыть нахрен весь бизнес и, короче, уехать бы не нельзя. Ну, мне кажется, это тоже вполне естественно, да, потому что если пробовать, ну, как бы, масштабировать ценности, которые имеют значение на одном уровне, да, в другую среду, соответственно, которая практически прямо противоположная, да, тем ценностям, которые мы собрались порокировать. Ну, то есть, ты говоришь, да, там, расслабься, забудь о результате, да, а тебе говорят, хорошо, как вот эту идею вашу использовать для того, чтобы... Увеличить результат. Да, елки-палки. Возможно, что никак. Ну, в том смысле, что идеально, как бы, невозможно это портировать, потому что тогда, правда, возникают вот эти вот уже ограничения, связанные с тем, что, слушайте, ну, задача, что у нас другая, все-таки, давайте попробуем, как бы, вот эту вашу прекрасную штуку, да, она прекрасная сама по себе, но как с помощью сделать более эффективное там... Не, у меня просто, я недавно вспоминал пример, это был смешной пример, ну, в оргразвитии, да, вот в Гештель-Подводе, я работаю с организацией, там, крупной организацией в каком-то городе, и они были очарованы мной, как специалистом по фасцилитации, на природность кассессии, это абсолютно не имеющее отношение, там, бля, имеющее отношение, ладно, имеющее отношение, но это такая встреча, на которой надо было принять решение, и они, там, в общем-то, два года не могли принять решение, тут хлобысь за день не приняли это решение. Так. Чем принципиально отличается действительность от реальности? Чуть попозже, ребят, да, сейчас я это расскажу, а мне просто интересно, то и Макс. Ну, вот, скорее, ирония, и здесь ирония. Короче, они начались как индустриальным специалистом, который, в общем-то, провел сессию таким образом, что вопрос, который, ну, что-то никак не решался, он сдвинулся, и, короче, все прошло. И мы с ними начали работать, и один из запросов, в котором они говорят, да, у нас есть крупный департамент, в котором, а, творится, там, 80% текущего персонала, никто не удерживается, и другие департаменты тоже воспринимают, как боль. Я говорю, а сделайте что-нибудь. Ранее уже у меня доверяли на уровне, просто сделай что-нибудь, не надо нам программу скидывать. Я говорю, вот оно, типа, там, процессное консультирование сейчас будет, не будет, ну, вот. И я с ними работал, мы с ними в дальние годы пол, наверное, поработали, там была серия сессий, именно направлено на осознавание, вообще, а что происходит. Вот. На каком-то этапе они начали говорить, мы не знаем, связано это с нашей работой или нет, но, в общем, у нас там цветочки появились, в общем, мы начали как-то там общаться, в общем, как-то, ну, и выдохнули. Ну, а на сессии у нас, когда там кровь и слезы не сходят. Ну, в общем, через полгода мы как-то там притормозили эту работу, и через месяц ко мне обращается директор одного из структурного подразделения, тоже этого крупного предприятия, говорит, слушай, у нас входят чудеса, ну, слухи о чуде, которые вы сделали в этом департаменте. Сделай нам то же самое. И это такое крупное там произведение. Цветочек. Да, но на мои вопросы сели, чтобы полгода, год, вернее, нет, у нас нету столько времени, у нас есть суббота. Вот. Сделай нам до субботы. Я такой, говорю, ну, давайте так, я вам сделаю субботу, но при этом мы будем считать, что это начало работы, и если вы поймете, что это вам близко, это мы продолжим, потому что до субботы ничего не изменится. После субботы не звонили ни разу. Ни разу. При том, что было больно, тяжело, и мне кажется, они вообще не поняли, зачем это все произошло. Ну, да. И я в таком, знаешь, короче, как специалист, я иногда сам себя спрашиваю, а нужно ли мне даже эту субботу проводить, или отказывать, или только там длинную. Ну, да. Мне кажется, это правда, это очень сложно, когда только ты можешь понимать ценность того, что ты делаешь, а вокруг, правда, хотят тебе чего-то другого. Вот ты тогда, так не знаешь, сильно одиноким оказываешься в этой ситуации. Ну, ты оказываешься фриком, потому что я иногда понимаю, что когда меня просят провести обучение, ну, навыковое обучение, а в мои темное прошлое из бизнес-тренерства, и я начинаю разговаривать с заказчиком, там, собственником или чат-директором, и я понимаю, что, в общем-то, обучение там, ну, оно настолько пришлевременно, пока, ну, вот ты сейчас сказал про это опору, про, что это обучение будет... На спичке, на спичке, вот такая вот площадь касания с реальностью, и это все валится, валится, валится. Ну, я, например, испытываю сейчас сложность, это в смысле, что я стал долбанутым, меня просят, пришли эти программы обучения, и я говорю, ну, подождите, давайте поговорим про то, как вы это будете, на что вы опираетесь, как вы это будете. Это, сука, так не индустриально, так и не продающее, не знаю, но моя часть внутренняя уже не может себе позволить про это не говорить. Ну, да, ну, да. Ну, знаешь, то, что ты описываешь, я, как бы, понимаю, как психотерапевт, потому что та же самая история происходит, как бы, и в терапии, да, то есть, когда клиент приходит за каким-то определенным результатом, а психотерапевты, они не работают на уровне действительности, да, они говорят, они не вмешиваются, как бы, в реальную жизнь, да, то есть, для психотерапевта, например, если, может быть, скажу такую ужасную вещь, да, но для психотерапевта не важно, какой результат будет в ходе терапии. Станет у клиента жизнь лучше, или станет хуже, или еще что-то, мы, как бы, с этим, ну, не работаем напрямую. Мы работаем с состоянием, а результат, он уже вырастает из этого состояния, но этот результат, он может быть случайным, случайным, он может быть непонятным для никого, он может быть совершенно не тем, который рассчитывал. И совершенно не соответствует тому запросу, с которым клиент пришел в терапию, именно для этого нужны длительные отношения, потому что тогда за счет длительности, длительной экспозиции, можно придать этому смысл. А смысл – это такая штука, которая вырастает, то есть это, ну, формируется, да, это нельзя, опять же, смысл формируется из-за состояния, да, то есть нельзя, как бы, человеку показать им будет картинку, сказать, вот, смотри, он попробовал в это проверить, это твой смысл в твоей жизни, но нет, так не получится. И в этом смысле, правда, очень большая разница между тем запросом, или той естественной установкой, да, сознания, с которой приходит руководитель, с которой приходит клиент, и той, как бы, ценностной чертой, что составляет, ну, как бы, сущность вот таких вот процессуальных практик, очень большая разница, очень большой такой гэп, да, такой взрыв. И в этом смысле, опять же, для чего нужны длительные отношения в терапии, да? Через длительность можно попытаться почувствовать вкус этого занятия, но, видишь, длительность – это то, чем я оперирую в терапевтической деятельности, да, насколько это может быть у тебя. Я абсолютно точно понимаю, что, когда я говорю, ну, мой учитель, там, да, Константин Павлов, он говорит, там, на всю жизнь, ну, в смысле, там, там, меньше полутора-двух лет нет смысла, там, со мной работать, хотите более быстрых специалистов, их много, там, пожалуйста, выбирайте. Я, там, по-тракаю. Я, например, пока не умею, но я говорю, там, ну, полгода, ну, вот, хотя бы как, ну, там я понимаю, что если полгода пошел процесс, то люди... Там уже что-то... Они хотя бы распробовать могут, вот, и понять, что я не шарлатан, который удлиняет услугу и чек за свои услуги. Ну, это, опять же, естественная установка сознания, конечно, мог бы и побыстрее. Ну, типа того, да. Я, в общем-то, и сам злюсь, что, ну, ёппирный компот. Раньше-то я и за день мог, ну, два часа есть, я за два часа могу, ну, что-то могу. Слушай, а вот эта тема, ну, там осознанность, просто тема так вообще не висит. Ко мне в последнее время у меня было несколько разговоров таких про терапию. И, знаешь, может быть, потому что я вслух про это иногда говорю, и там, знаешь, люди, которые к терапии там, ну, как-то так относятся скептически, но они видят, что, бля, он вслух про это говорит, и мечтает, что не следится. Ну, часть у меня все равно следится, но как-то я спокойно проживаю. Короче, они начали со мной разговаривать и сели, типа, можно? И при этом не идут в терапию. Ну, то есть мой там основной тезис в этом разговоре, если я вам не смогу помочь в этом разговоре вообще никак, идите к специалисту, с которым будете там работать. И люди не идут. Я это связываю с нашей культурой. Ну, такой, в общем-то, не особо терапевтично. Куча предрассудков, куча установок относительно против, да. Как ты на это смотришь? Потому что мне кажется, что что-то меняется с одной стороны, с другой стороны. Я иногда опять окунаюсь, сталкиваюсь с людьми, и говорит, «Твою мать, сколько еще времени должно пройти, чтобы люди терапию воспринимали не как лечение психбольных, но как практику необходимую каждому человеку, который находится в отношениях, который испытывает какие-то сложности в жизни, а это все мы». Ну, это что ты на это? Ну, я на это думаю вот что, что это я буду транслировать такое, какое-то общее, наверное, общее место, на том, что психотерапия это, правда, такой вид роскоши. Ну, то есть, когда у человека какое-то время, да, все хорошо, то есть, когда удовлетворены вот там какие-то базовые потребности, связанные там с безопасностью, надежностью, и так далее, и так далее, тогда у него уже поднимаются вопросы, касающиеся более там важных каких-то вещей, связанных с тем, кто я такой, куда я иду, зачем все это нужно. И в этом смысле опыт нашей страны, он такой, что таких вот периодов было не очень много. Вот он вроде бы даже сейчас как бы было какое-то ощущение, да, легкое, что вроде бы сейчас стало хорошо. И вот посмотрите, что получилось. То есть, ты расследуешь с таким контекстом удовлетворения базовых потребностей? Ну, я думаю, да, потому что, если ты находишься в ситуации выживания, на войне, и тебе, ну, как бы все время нужно, опять же, вот двигаться, да, потому что остановка смерти, пардонна смерти, тогда какая, господи, психотерапия? И ты приходишь к психотерапевту, когда у тебя уже там паническая атака, ну, в силу того, что даже хронически не обращаешь на себя внимания, и понятное дело, что ты за 10 сеансов там от этой панической атаки избавляешься, и все, и понимаешь, что, окей, хорошо, я восстановился, надо дальше куда-то двигаться. И в этом смысле вопрос о том, а чего там со мной-то, из-за чего это возникло, они как бы так очень по поверхностному разбираются. Ксюша Бабад, наша вообще подруга, не знаю, видел ты, эфир нет, мы с Ксюхой разговаривали, и я у меня вопрос, вообще-то я сейчас с тобой и Сюша слушаю, что Ксюша, она занимается сейчас, ты знаешь, что она... Диверситей, инклюзионной следа. Я говорю, Ксюня, неужели у тебя это покупают организация? Она говорит, ну, в мире это, в общем-то, норма, но я вот сейчас ты говоришь, я понимаю, что в мире, в общем-то, действительно больше стабильности, больше какой-то готовности к вот таким вещам. Я говорю, ну, а в России, что, реально есть люди, которые за деньги покупают консультантов, ну, для нее это по корпоративной культуре вот такое, принятие разности, про безопасность, да, в организационном тексте. Она такая говорит, ну, наверное, лет 20-30 еще и это будет там возможно, там, норма, но пока это с ней такая не ты, это супер, какая-то мода, ну, такая вот, кутюр. Там был вопрос. Там был вопрос, в чем разница между действительностью и реальностью. Я хочу на него ответить. Давай. Что такое? У тебя что-то закончилось. А мы сейчас, наверное, начнем. Может быть? Еще раз. Бездушная машина инстаграм, он просто отрубает. Да ладно. Ну, может быть. Ну, ладно. Ну, если что, можно сжить записанную. У меня пузо на твоем видео. Давай поднимем. Не, напрягай. Давай поднимем. О, все. Девкин движения. Окей? С другой инструмент, Макс. А в чем разница между действительностью и реальности? Это сложно. Я... Не сложно объяснить, но попробую теми словами, которые есть. Мне кажется, что вот реальность это некоторое такое пространство потенциальности. Это состояние, вот в котором, с которым ничего не нужно делать. Нужно просто вот в этом присутствовать. Присутствовать, осознавать, сохранять контакт. Это реальность. Вот. Это... А действительность, это, ну, как раз та деятельность, которую потом из этого состояния вытекает. Если деятельность возникает, то ее как будто бы уже отмотать назад нельзя. То есть, это уже какая-то конкретная форма, да, это... Ну, то есть, если реальность это что-то потенциальное, да, а действительность это то, что приобретает какую-то форму и все, как бы, да, вот с этим уже ничего нельзя сделать, можно только, ну, какое-то действие закончить. То есть, трудно, в общем, потом вернуться обратно к этому состоянию. Вот. И проблема в том, опять же, что в действительности мы очень часто, как бы, точнее, все время находимся вот на этом уровне действительности. Очень сложно сделать шаг назад к состоянию, да, к максимально полному присутствию вот в этом состоянии, из которого мы выскакиваем, как бы, на поверхность. Осмыслить действительность, ну, чтобы понять, что происходит на самом деле. Да, да, да. То есть, как бы, действительность это то, что на поверхности, это вот как, ну, если кто дайвингом занимался, то вот, если на поверхности у тебя волны, то вот, когда внутрь, ну, в глубину спускаешься, то там тишь, там спокойствие, вот, то есть, на глубине, там 20 метров, там тебя не штормит. Вот, если так вот метафорически выразиться, то реальность это дудно, проистрицей, вот, это не очень хорошая коннотация, а действительность это вот волны, где тебя там болтыхает, то у тебя шкиль, то у тебя там пятибайльный шторм, и ты на это вообще как бы не можешь никак повлиять. Вопрос, я не знаю, почему он родился, что-то спрашивают нас, а это же есть вопрос, нет, извините, а это же есть вопрос неосознанности в жизни, и вообще, я всегда, я всегда, я всегда, я всегда знаю, что придется что-то менять. Следующий вопрос наверное я буду обращать больше внимания. Слушай, я не знаю, он уже прилетел, что-то тебя даже спрашивают, да? Тоже да, спрашивают, давай, или ты, или я. Давай, ну спроси, да, спроси. Макс, так, mindfulness помощник в терапии или зло? Это Наташа Бакетова. Это помощник, конечно же, но под mindfulness можно же понимать разные вещи. Вот если я бы, например, ставил бы такой знак равенства, да, mindfulness и осознанность, для меня, ну, такие вот похожие, в общем-то, вещи. Потому что я раньше пытался как бы понять, какая разница между их mindfulness и нашим awareness. Я даже нашел какое-то... Я тоже нашел. Ну, я забыл. Ну, процессность, процессность, память, мне кажется, слово память, о некоторых ты говоришь, это как раз удлинение этой осознанности. Вот, вот если получается осознанность плюс памятование, да, то тогда получается присутствие. Вот, и тогда присутствие это не просто как бы помощник, да, это, мне кажется, основной, как бы движущий инструмент изменений. Наташа, я ее хорошо знаю, мне очень симпатично, потому что я ну, я вижу, как прошла она, и в общем-то, я вижу прошло, но очень, ну, в общем-то, я не вижу там, полискальных каких-то расслаблений. Ну, это мое ощущение. Слушай, вопрос, не знаю, про можно ли быть одновременно, извините, вопрос из-за разведа, Мурзилка спрашивает, можно ли одновременно находиться в состоянии влюбленности и осознанности? Ничего себе, это ты сам придумал? Это да, я сам придумал. А, ну, потому что, мне кажется, состояние влюбленности это максимальное неосознанное состояние. я думаю, да, это точно. Думаю, что нет. И чё? Ну, извините, чтобы я порассуждать про и чё? Потому что, мне кажется, что только начнёшь это состояние... У Ялана есть вот эта серия рассказов «Палач любви», она говорит, помнишь, нет, серия рассказов? Он начал, и прям, говорит, прям, да мурашивает меня, этот эпиграф его, что ко мне приходят, и я понимаю, что моя задача, в общем-то, выступать палачом любви. Ну, то есть, они приходят, например, в тяжёлых отношениях, незавершённых отношениях, там, завершённых в... ну, завершённых в жизни, но не завершённых палачом любви, где, в общем-то, мне надо... что скажешь? Ну, да, я вот сейчас так вот подумал, что, ну, влюблённость, это же, в общем-то, некоторое состояние, да, всё равно. И в этом смысле осознанность, конечно, можно сохранять в состоянии влюблённости, единственное, что проблема, есть так на кишталитийском языке, да, что когда возникает влюблённость, тогда возникает очень какая-то яркая фигура, и все остальные вещи, да, они перестают, и они уходят в фонды, и тогда я очень многого не замечаю. И в этом смысле, опять же, когда мы влюблены, я думаю, что это очень мощная сила, которая тоже выталкивает вот на поверхность действия, потому что тогда хочется жить ради этого человека, делать только потому, что вот он есть. Ну, то есть, получается, мы сильно как бы увлекаемся вот в эту деятельность, в действительность. И тогда очень сложно сохранять осознанность, очень сложно замечать какие-то вещи ещё, потому что кажется, что вот эта влюблённость, да, это самый вообще большой смысл, самое прекрасное, что происходит в жизни. Я думаю, что, в принципе, вот влюблённость, такая вот очарованность, это то, что является метафорой, господи, как же у буддистов-то это называется, это метафора ну, как бы привязанности, то есть, что я всё время там очаровываюсь чем-то, да, я иду вот туда, я иду в деятельность, я теряю, как бы, контакт с ещё чем-то, что есть у меня, вот, это тогда, правда, основа такой привязанности, которую, в общем-то, по-хорошему можно преодолевать. тогда получается, ну, я сейчас там, ну, для меня там, чувство любви, чувство влюблённости, это там достаточно большая часть жизни, это важная штука. Тогда как будто бы получается, что осознанность, ну, не то чтобы враг влюблённости, любви, но, в общем-то, не союзник, как будто бы. Ну, и вот эта вот куча эпоса на тему того, что кукуху снесло, и, и понеслось, и потом к терапевту. Ну, да, мне кажется, это сложная тема, потому что, с другой стороны, да, если говорить про влюблённость, то через влюблённость я тоже обнаруживаю какую-то часть себя, которую невозможно обнаружить другими способами. про это Лакан, когда хорошо пишет, о том, что я другого человека, ну, фактически эвакуирую вот некоторый свой фантазм, который настолько интимный, что он составляет, правда, какую-то мою базовую природу, в этом смысле, вовлекаясь вот в эту влюблённость, я же, в общем, себя, как бы, в этот момент, что-то про себя могу понять. Ну и вот знаешь, продолжение сейчас, я понимаю, что это тема, наверное, там, моя тема, не помню уже, когда это, но вот эта вот идея, что я готов, ну, по-настоящему меняться и прикладывать усилия для того, чтобы выходить за границу, там, себя, удерживать себя в этом ради другого человека. Да, я сейчас не говорю о влюблённости, как-то там, о зависимости, о каких-то фантазиях, но когда мне важны эти отношения с другим человеком, я готов там идти, там, исследования, готов идти в себя, готов выдерживать это всё ради не только себя, но ради ещё другого человека, чтобы, чтобы мочь быть с ним. Ну и это не, ну, в общем, для меня это сейчас стало даже каким-то таким, одним из механизмов, ради чего, там, ну, помнишь, я там, свою собственную осознанность, а кто я и какой я на самом деле, и что я хочу в себе привносить, или там, не знаю, какие, блин, это привносить, ну, и что я всё равно хочу в себе там менять, или улучшать, как, это коряво сейчас даже внутри меня звучит, ну, пускай это так будет, ради другого человека, которого я люблю. Ну, то есть, не как болезнь, а только там даже лекарство для изменения. Ну, да. Ну, тогда получается, что мы здесь говорим уже про, ну, вот как раз вот про уже про взаимоотношения, про субъективность, потому что, ну, как будто бы мы сейчас немножко их столкнули, да, лбами, ну, там, что делать, например, с моей персональной влюбленностью, с моей персональной осознанностью, да, и что происходит, когда я вступаю в отношения, которые меня захватывают, да, и тут как будто бы мы так попытались столкнуть лбами, получилось, что вроде бы они так не совмещаются друг с другом, но, мне кажется, что все-таки вот эта вот интерсубъективность, это более такая вот фундаментальная что ли вещь, вот, и тогда можно использовать, точнее, тогда нельзя вот эту историю игнорировать, тогда можно использовать эту интерсубъективность, эту вовлеченность, да, в том, чтобы через это сохранять осознанность, ну, потому что, например, тихоанализ, он любой двигается, вот, и тогда я думаю, что здесь такой конфликт, он такой кажущийся, да, нет, для меня даже, мне кажется, это просто такая как будто ирония, ну, для меня это даже не конфликт, а как будто ирония, потому что, как будто вот это состояние влюбленности, такое состояние светлости, но абсолютно без мозгасти, вот это тогда, и с другой стороны, состояние влюбленности, состояние контакта с чем-то таким важным, что может что-то про тебя говорить больше, чем в обычной жизни. Ну вот, не знаю, вот так. Я не знаю, сколько у нас там времени мне осталось, и кто-то там наслушает. Слушай, а у меня практически... Я сейчас в индустриальную плоскость пойду. Практически вопросы пошли практического толка. Как развивать себе осознанность, если это вообще развиваемая штука? Да, это развивается. Что делать? Ну, разные, которые... Ты, кстати, про памятование когда говоришь, я понимаю, что для меня это вот способ памятования. Потому что я понимаю, что есть какие-то важные вещи, которые я просто хочу держать в себе максимально близко. Я понимаю, что вот это вот все штуки странные. Как памятование. Как специалисты, ну, наверное, и... Блин, ну, наверное, что бы ты мог, конечно, сказать людям, и, наверное, вот про свой опыт, как ты в себе это делаешь? Мне кажется, здесь есть тоже два таких пути. Первый путь это такой индивидуальный, когда есть просто огромное количество практик, интересных практик, дыхательных практик. Медитация. Есть замечательная методика по исследованию осознанности. Потому что все медитации, так или иначе, направлены, да, на сохранение контакта с тем, что происходит прямо сейчас. Ну, либо ты отвлекаешься на что-то, да, в какие-то мысли, либо ты возвращаешься к тому, что есть здесь сейчас, и просто наблюдаешь, присутствуешь с тем, что возникает. Это, оказывается, очень сложно. Ну, вот, то есть, ум, как обезьяна, все время пытается, например, банан какой-то, да, там, схватить. Ну, а вторая история – это психотерапия, потому что там осознанность появляется опять же в контексте уже отношений. Вот. Мы недавно, что я про это думал, и потом спал, мы тоже про это говорили, про то, что какие-то... Ну, под медитацией у нас часто поза лотоса. Понимается, что я, например, помню, что я ни секунды не приседал в медитации, но я понимаю, что есть процессы, которыми я занимаюсь, они очень похожи на медитацию. Там, моешь котел, и, там, идешь под рюкзаком, и вот, в общем-то, в какой-то момент ты впадаешь в это состояние. Причем, если еще и ты специально, ну, не просто случайно, там, в больнице, а, в общем-то, понимая, что это возможно и можно в этом состоянии пребывать, вот, и ты просто замечаешь, как ты идешь, что происходит там, где тебе тяжело. Такая бытовая, я назовем, медитация. Что скажешь? Да. Ну, для меня вот наш поход в прошлое, в Непале, он как раз был такой медитацией. То есть, когда ты, когда я понимал, что я обращаю внимание, как в тот момент, когда, например, моя нога опускается, я в этот момент отдыхаю. Ну, то есть, у меня мышца расслабляется в тот момент, когда я иду. То есть, вот, ну, как будто бы разрешение зрения, разрешение твоего внутреннего сердца в этот момент в ходе медитации становится выше. Потому что обычно я шел, как обычно я иду, да, у меня просто есть чередование, там, ног, да, и я обратил внимание на то, как я могу в ходе этого расслабляться. И в дальнейшем, например, где в других тренировках, я прям понимаю, что я ловлю этот момент расслабления. Раньше, например, он для меня был незаметным. Вот для меня не существовало. Вот сейчас уже я обращаю внимание, как моя рука, например, может отдыхать в ходе деятельности. То есть, когда я там что-то делаю, но есть момент отдыха. За счет чего это возникает? Ну, вот, например, за счет медитации. Когда чувствительность твоя меняется, увеличивается. Вот это похоже на то, с чего мы начали наш разговор. Когда я больше начинаю замечать, у меня фундамент присутствия становится плотнее. Я не знаю, откуда эти вопросы рождаются. Я понял, что мне с тобой хочется побольше говорить. Сука, в походе вы поговорите. Сейчас опять будет вопрос. Сейчас будет индустриальный вопрос. Мне кажется, тема счастья, она вообще такая стала суперкоммерческой. Что-то спрашивают, да? Чем принципиально отличается? А, это уже было. Другие, там не сильно, не сильно же. Попробуйте прибавить на телефоне. У меня норм. Очень тихо. Извините, мы, да, мы понимаем, что мы непрофессионально пишем это все. Но что-нибудь мы сделаем. Макс, вопрос вообще. Вопрос, который... Он из разряда влюбленности и осознанности. Мне кажется, это из индустриальной истории. Счастье и осознанность. Ну, там, очень много продают вот эту тему счастья. Не знаю, под разными там соусами. А что такое счастье? Вот вопрос. Ну, не знаю, как ты сейчас на него там можешь отвечать. Мне просто интересно. Вообще, есть ли у тебя там вот эта вот категория счастья в поле твоей деятельности? И второе, там, осознанность, она ведет к счастью? Или это вообще разные какие-то понятия? И развести их как-то нужно. Давай так, что для тебя счастье? Вот я, наверное, сказал бы, что у меня счастье – это полнота присутствия. Ну, то есть, вот, если я могу как-то так во что-то погрузиться так, чтобы я там весь, да, в этом находился, то, наверное, счастье вот в этом. И оно вот такое очень непрогнозируемое. Ну, то есть, можно как бы же хотеть какого-то счастья, ожидать счастья, не попадать туда. И тогда это немножко так, ну, не совсем правильно будет. А иногда счастье бывает просто потому, что получается, как бы, вот, чему-то так вот отдаться полностью. И на выходе потом так немножко от этого офигеться. Потому что, блин, а это прям было, да. Но тогда вот это важно, вот это вот мужество как раз, вот, знаете? Отказаться от идеи, от ожидания. Да, и вот, ну, просто как бы вот в это броситься, несмотря на то, что эта правда может каким-то вызовом таким тебя приглашать, который, может быть, не хочется совсем переживать прямо сейчас. Ну, я причем спрашиваю, потому что для меня какое-то время назад тема счастья так как-то стала звучать во мне. И мне показалось, что это, в общем-то, та тема, которая, ну, требует исследования. Чем больше я начал про это, вот, понимать, узнавать и как-то смотреть. Вот это, может, встал книгу. Мне очень понравилась она. Книга Радости, где Далай-Лама и архиепископ диалоги их. У меня нет, не читал. У меня лежит эта книга дома. Она для меня, я не помню, года два назад, наверное, была, только, знаешь, я ее прям долго читал. Я проверил, что он там 46 книжек, и там по абзацу читал, вот. И там два чувака, Далай-Лама и архиепископ, господи, не помню, как его он. Ну, хорошие такие, хорошие такие диалоги, где они, в общем-то, стебут вдоль, поперек это счастье. Вот, и как-то я начал на это смотреть по-другому, вот, благодаря этим диалогам. Так а для тебя тогда что? Счастье? Да. Ты очень, ты, вот, ты, я, почему про это сейчас, мы когда говорили, я сегодня должен был приехать в Хабаровск из Капанду, а пару дней назад мы собирались в моем офисе после походика у этого короткого, я прям словил себя на ощущениях, мы сидим в круге, ну, и, в общем-то, пытаемся просто повелиться. Ну, смыслом они ходят. Тебя тоже кто-то смотрит. Да. Прикольно. О, Ланночка, привет. Лана проснулась. Ну, доброе утро. Да. Мощно... Что ты... Лайки, лайки. Короче, знаешь, чё? Надя, Надя. У нас тоже всё. Кто-то ещё нас смотрит. Вторая серия, да? Ну, мы ещё, не знаю, сколько, сколько у тебя ж надо, то есть там до двух часов в плане. Ну, чуть-чуть есть. Давай, пять минут. Короче, я знаешь, что поймал себя на мысли? Для меня это было прям, мне кажется, ради этого только стоило не поехать, вот, не пал. Ммм. Сейчас происходит, мне очень сильно нравится, вот такой бюджетный, мне очень ценно то, что происходит, я в этом нахожу большую ценность для себя, ещё я поймал себя на мысли, я вижу эту ценность для других людей, ну, то есть я вижу, как это в людях. И, в общем-то, я в этот момент сижу и по-честному, первый раз за две недели, по-честному, не то, что я такой притворялся, типа, у всего есть смысл, я не поехал в Непалу, и найди в этом смысл, а сам, на самом деле, сейчас бы я был вот тут, перевал, ну, но в этот момент, когда я по-честному себе оказался, да, мне грустно от того, что я не поехал, да, и при этом я сейчас нахожусь в этом, и этого бы не было. И это для меня сейчас является там ценностью, и непонятно, получил бы ли эту ценность, там, будучи в Непалу, ну, я фантазирую, что, скорее всего, да, какую-то там другую. Но в этот момент у меня прям всё. У меня моё развивающее путешествие, я прям сегодня про это думал, моё развивающее путешествие в Непалу случилось, даже не будучи пройденным маршрут. Вот я вот на этом. Я думаю, что, может быть, я просто хитрожопый. И просто моя психика как-то так кульбит сделала, чтобы, в общем, я как-то справился с тем, если он мне по Непалу не по Непалу. А мне кажется, в этом такая вот есть изящество этой идеи, потому что ты как будто бы смог какие-то очень противоположные вещи, да, в одной психике, ну, что ли, вот как бы в одном уровне. Ну, я думаю, что это хитрожопый просто. Объединить. А мне кажется, что нет. Ну, мне кажется, что это вот возможность как раз сохранять контакт одновременно с разными переживаниями, ну, не заваливаться ни в одну какую-то полярность, да, ты говори, вот, всё там стрёмно, либо всё хорошо сейчас, да и хрен с ним с этим Непалом вообще и не нужно было, да, вот. Мне кажется, что это такая более сложная работа, но она более такая вот продвигающая. Но мне вот эта сама идея о том, что перестать, перестать отрицать, что мне грустно, и при этом, ну, там, не знаю, наверное, создавание смысла в том, что есть вот в той реальности, в которой существует, и попытаться там, ну, вот в этой, не попытаться даже, а, в общем-то, пребывать в этой, ну, опять про присутствия, в общем-то, пребывая здесь, потому что я очень чётко понял, что самое, чего я не хочу, это быть в походе и рассуждать, ну, типа, типа, конечно, хотелось бы Гималайя, а я, ну, да, 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 слушай, мы к завершению пойдём, но мне это такой практический вопрос, то, что мы с тобой хотим, я очень, всё, там, группа собралась, и я рад, она небольшая будет, но я рад, про осознанность для специалистов, скорее вот такого, не для терапевтов, а для, там, тренеров, коучей, фасилитаторов, те, кто работают в помогающих смежных специальностях, вот, мне очень понравился вот этот опыт, который мы делали год назад, ты сам не знаешь, сколько ты там процессов запустил у людей, я просто с этими людьми, там, до сих пор, там, иногда общаюсь, и они там до сих пор вспоминают, и говорят, максимально странно для некоторых было, но максимально как-то повлияло на них, причём они сели, там, и я там открыл жизнь, но, но они про это вспоминают, как про очень важный, ценный опыт. Вопрос, ну, наверное, там, не вопрос, как ты сам относишься для специальностей, которые занимаются, вот, в сфере человек-человек, да, там, конфликтирующих какие-то специальности, не знаю, там, руководители, это тоже, там, человек-человек, чем могут быть полезны, вот, 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 сам термин осознанность, как это может усилять, вот, практику человек, который работает в сфере человек-человек? Я не знаю, я не знаю, как это может усилять практику, правда, но я думаю, что, я бы предложил бы вот что-нибудь такое странное попробовать, почему? Потому что, если пробуешь странное, да, вот этот опыт какой-то возникает, другой, и, ну, мне кажется, что это повышает чувствительность, и это позволяет лучше ориентироваться, как мне кажется, да, вот в каком-то таком интерсубъективном поле, ну, не знаю, там, больше возможностей каких-то появляется. Ну, опять же, вот, как вот с этой историей про поход, да, получается возможность видеть, ну, какие-то еще разные точки, ну, то есть, вот, не замыкаться на чем-то одном, но быть чувствительным к тому, что еще происходит, ну, вот, к этому фону, да, как-то субъективному, что там еще есть в отношениях. Это же может сломать инструмент специалиста, но я сейчас почему говорю, потому что многие инструменты очень сильно заточены, чтобы не осознавать, на самом деле, что происходит. Это мое еще раз такое индустриальное, потому что мне кажется, что это часто не в интересах, там, менеджмента, чтобы люди начинали осознавать происходящее. Парадоксальным образом это иногда не в интересах человека, который занимается обучением, ну, то есть, это удивительно, да, хотя, вроде как, запрос на то, чтобы ты нас развил, но, и в какой-то леточке действительно развитие происходит, человек, но за счет убивания осознанности. Блин, я не знаю, какие-то сейчас ясные вообще-то что-то сказали. Ну, понятно, да. Ну, я думаю, что, может быть, как раз можно попробовать немножко так попробовать проинтегрировать эти разные вещи, потому что для меня, там, Гештальт, он хорош своей постепенностью. Ну, знаешь, это не то, чтобы вот у вас там был какой-то один способ, был тут резко его обесценен, да, и предложить что-то другое. Вряд ли такое произойдет. Ну, вот, что-то попробовать за счет, ну, каких-то, того, что это не так уж будет, ну, прям много-много, можно будет попробовать проинтегрировать вот этот опыт с тем, который уже есть. Ну, точно не хочется, как бы, разрушать и обесценивать работающие инструменты, просто еще что-то, вот, наверное, вот эту идею. Я, наверное, тебе рассказывал, потому что у меня же капец был профессиональный, когда Гештальт пошел. Ну, он, в общем-то, капец у меня начал происходить до того, как я пошел, поэтому я и туда и пошел. Потому что я вдруг начал замечать то, что я делаю, то, что я ощущаю, и то, что, там, ну, в общем, какие-то у меня нестыки начали происходить. Но меня вот этот год разобрало просто по молекулам. Мне прям тяжело было профессионально, я понимал, что я по-старому, я не хочу так. Ну, вернее, не то, что я отказываюсь от этого всего, а по-новому многие штуки у меня просто не получаются, потому что, и это, в общем-то, странное. Потому что, в такой момент пересборки, я был таким чмо-специалистом, который, в общем-то, да, на чем-то был. Друзья, да, это мудрость, Саша. Я не знаю, к чему это, к чувствованию, что я чмо. Я надеюсь, да, что это мудро и чмо. Это мудрость. Что-то, Макс, на прощание хочется сказать или спросить у тебя. Скажи что-нибудь. Про Гарри Поттера. Что ты Гарри Поттеру сказал? Мы с тобой начали с обсуждения с Сашей Васильевым. Да. Про Валом до морда. Я не знаю, Саша, не знаю такой вопрос. Надо подумать, давай... Домашка, 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 домашка тебе. Ой, слушай, давай, я перезадам вопрос. Мы что-то много про это в последнее время говорим. Что почитать про осознанность? Ну, вот такого, смотри, наверное, я буду иметь в виду какой-то научпоп. Ну, максимально... Потому что некоторые книги, мне кажется, без бэкграунда тяжеловато читать. Ну, что-то про осознанность... При этом, смотри, мне кажется, просто, что много про осознанность какого-то булшета, ну, такого индустриального, который на самом деле не имеет никакого отношения к осознанности. Может, что, на твой взгляд, из такой современной литературы, которая, в общем-то, максимально тебе, кажется, к специалисту полезна будет для человека? Мне очень нравится книжка «Будда. Мозг. Нейрофизиология счастья». Ее написал буддийский монах, вот он прям понимает, о чем он пишет. И там очень классные такие вот штуки сказаны про... Ну, там, в общем, нейрофизиология счастья, вот такой вопрос о счастье. Я не читал, я про нее про тебя уже несколько раз слышал, но так и не прочитал. Очень прекрасная книга, да, очень ясная. Я тоже тебе одну скажу. Давай. И это странное мое открытие, потому что она мне пролежала год, и я, закончив Макаренко, в общем, как-то, знаешь, после хорошей книжки у меня есть сложность, я боюсь промахнуться со следующей, да. И я такой хожу там, выбираю, там, прицениваюсь, и как-то я ее начал, и она меня зацепила абсолютно случайно. Неследующий маэстро. Блин. А, про дирижер. Дирижер, который, он вообще про процессы, он про быть как есть, про, там, и я такой, блин, чувак, ты, конечно, тантист, ты в курсе. Вот, и он, ну, я не знаю, насколько это про осознанность, но мне очень много, он там был про паузы, прям такие, про пустоты, которые, у которых прям функция мощнейшая, которую не надо забивать, да, потому что музыка, это, в общем-то, комбинация паузы, он такой метафоры красивый протягивает. И я в таком восторге сейчас от этой книги. вот сижу, ну, прям, она очень идустриальная, то есть он такой еврей, который, мне кажется, что-то понял, как это продавать, но пишет максимально, мне кажется, ну, честно, вот, про это все, как он это понял, не знаю, есть ли у меня там бестантистский какой-то бэграунд или про осознанность. Слово осознанность там не фигурирует, но очень много про паузы, очень много про функции этих пауз, для того, чтобы осмыслять, что происходит на самом деле. Вот, я такой, ух ты. Хочешь я это? Давай. Хочу. Хочу, не знаю, чё. Градус. Пафоса снижет. Анекдот расскажу. Давай. Значит, группа дирижеров на шашлыках после того, как заиграла музыка, полчаса не смогли накрыть мясо на шампурах. Ну, я не смог так симметрично ответить, но вот так вот. Простите, конечно. Мы вырежем этот кусок, потом вам. Спасибо, что смотрели. Макс, давай еще как-нибудь. Мне кажется, у карантина эта функция, пообщаться. Хорошо, мне кажется, нравится. Мне нравится, вот, кей, в офис приезжать, потому что, как будто так. Ну, эфир, на эфир мне не очень. А ты знаешь, я думаю, что есть смысл просто нормальную камеру уже поставить и поговорить нормально. Ну, в смысле, не Т-40 или? Да, да, да. Друзья, спасибо, что... Спасибо. Я вот тоже, знаешь, поосознавать присутствие вас. Я понимаю, что на меня это, во-первых, влияет, что есть какие-то люди, каким-то странным образом. Вот. Я такой иногда ловлю себя на мысль, что я, в общем-то, где я? В тебе или... Ой, спасибо. Круто. Хорошо, ладно. Ну вот. И выложим еще, да, куда-нибудь? Да, мы это выложим. Так что... Спасибо вам, друзья. Спасибо вам, друзья. Хорошего дня. Всем счастья. И до встречи. Гарри Поттера посмотреть. Гарри Поттера, да. Гарри Поттера. Что надо делать? Завершить. Спасибо вам, друзья.